Итак, у нас сегодня диссертация нашей искали ученой степени кандидата биологических наук Бабушкин Евгений Сергеевич, пресноводный Майорский бассейн реки Большой индустанциал на экологии по специальности педагогия. Работа выполнена в Омском государственном педагогическом университете научный руководитель Аннеева Цеплана Иосифовна, доктор биологических наук в Красиво-Сарбе Омский государственный медицинский университет, официальные оппоненты Голотов Иван Николаевич, доктор биологических наук, Куту-Кусеверный федеральный университет им. Ломоносова и Михаил Иван Полегович, кандидат биологических наук в Санкт-Петербургский государственный университет. Ведущая организация Ленинологический институт Сибирского отделения Российской академии наук. О поступивших документах нам расскажет Ленинг Деда Ивановна. Уважаемые члены дисциплинационного совета, в личном деле Евгений Сергеевич и Бабушкин имеют все документы, которые необходимы для произведения государственной защиты. Ленинг Деда Ивановна – это заменение соискателей, личного доступа учебы кадров, где указывается, что Евгений Сергеевич и Бабушкин в 82-го года рождения заполучил в Кеменский государственный университет в 4-м году. Затем обучался в аспирантуре и заученной аспирантуре в Кеменском государственном педагогическом университете. И обучил аспирантуре в 17-м году. И в настоящий момент он научный сотрудник государственного западения Кеменский клуб в Слугу. Далее, в личном деле Евгений Сергеевич и Бабушкин в виде диплома об окончании Кеменского государственного университета. Справка, в которой указано, что Евгений Сергеевич дал экзамены в рамках кандидатского минимума. Английский язык – отлично. История и философия науки – хорошо. Зоология – отлично. Да, Евгений Сергеевич, справка о том, что он обучался в аспирантуре. Справка о внедрении, в которой указано, что с 2010 года в настоящее время Бабушкин Евгений Сергеевич и Без научным сотрудникам государственного творения по-люгански выполняют ментализационные и мониторинговые исследования Кеменского государственного западения Кеменского государственного западения Водотового заповедника охраны зоны окрестностей. За время работы Евгений Сергеевич Бабушкин впервые для территории заповедника и бассейна Большого Уллана зарегистрировалось по виду молюстов. Ну а далее идет положительное заключение организации, где выполнялась работа Органских государственных университетов. Документы, свидетельствующие по рассылке о переправах с почтовыми штифьями. Вопросы к ученому секретарю по поводу послушивших документов. Если вопросов нет, Евгений Сергеевич Вам 20 минут для обеспечения работы. Здравствуйте, благоражаемый председатель, член диссертационного совета, присутствующий. Поздравляю представить Вашему вниманию диссертацию на свои искания ученых стилей кандидата биологических наук по специальности зоологии на тему «Кресноводные моллюски, бассейны реки Большой Юга. Пауна и экология». Кресноводные моллюски важны компоненты водных экосистем, поставлены большим числом видов, различающихся особенностями экологии. Их биоцинетические связи многочисленны и разнообразны. Мировое наук для изучения «Кресноводных моллюсков» с различными целями продолжается в Украине одно столетие. В настоящее время по «Кресноводным моллюскому западу» на Сибири, изучая средняя природа, накоплен богатый материал, однако исследованиями обращены в основном крупные реки и близлежащие водоемы. Но доступны удаленные районы и отдельные типы водных объектов до сей пор слабо изучены на экологическом отношении, либо не исследованы. Таким белым цветом до последнего времени оставался бассейн реки Большой Юга, расположенный в среднем тревоге. До начала наших исследований некоторая информация о «Кресноводных моллюсках» в бассейне содержалась лишь в многих гипербиологических работах. В то же время изучение «Кресноводных моллюсков» ребенок выставляет неземным интерес как с точки зрения состава фауны, так и исследования экологических особенностей распределения моллюсков и их крови в экосистемах в своеобразных условиях обитания, что и определило цель работы. Определение видового состава, выявление особенностей распределения «Кресноводных моллюсков» и ее крови в педс поселенной реки Большой Юга. Для достижения целей были поставлены следующие задачи. Установить экстономический состав ваума «Кресноводных моллюсков» в бассейне на реки Большой Юга, выполнить вз этом д也ографический анализ ваумов «Кресноводных моллюсков» в бассейне. Дать характеристики конаселения Кресноводных моллюсков бассейна 흙ага-экага, изучить распределение luck nor учительных моллюск в малой огрехе бассейной реки Борьего Илья Малой Илья Изучить наглядь от распределения весноводных моллюсков на побережье в возрели в среднем течении реки Мегусья в течение артиз donna периодами. Определить роль моллюсков в формировании сообщества геоабет осэresses в бассейне реки БОЬШОЙ и Гран. Научная анализ godt. Научная новизна воды. Впервые проведено комплексное изучение весноводных моллюсков в бассейне реки БОЩОЙ и Гран. Зарегистрировано 120 видов, выполнен взор, географический анализ Малагофауна, выявленная ее значительная особенность от фаун соседних плечных бассейнов. Впервые зарегистрировано 100 видов, в том числе для бассейна Средняя МИ-19, для Западной Сибири-13. Впервые изучены состав, обилие и распределение песноводных морюсков по типам водных объектов бассейна Большого и Ганна. Впервые изучена роль морюсков макозаобеда, севдоемов, квадатоков, бассейнах и Большого и Ганна. Основные положения, вносимые на защиту. Малагофауна в бассейне Большого и Ганна включает 120 видов. Она значительно обособлена от малагофаун соседних регионов. Особенности условий обитания песноводных морюсков и трудностей селения из соседних бассейнов обуславливают специфично молагофауны. Пауна в бухганных морюсков менее богат и видны, чем пауна в буст-корчатых. На и большее видового богатства и обилия морюски достигали врачных водах за счет буст-корчатых и в больных водоемах за счет бухганных. На и меньшее видовое богатство отмечено на материковых озерах. На и меньшее обилие предаточных подоемов рек. Район исследования расположен в центральной части Запоносибирской равнины в зоне Средней Тайги. Его особенности и выточная увлажненность, продолжительность и суровость зим, максимум осадков в летнее время, заполоченность. Река Ташо-Иган, левый пыльток, реки Опь, первого порядка, длина водоотока 1063 км, площадь бассейна почти 35 000 км квадратных. Врачных перед началом рек. Рековый полок на юге Сургутского района Катерносийского автономного округа и впадает в поток Юганской области. Материалом для работы послужили сборы пресноводных моллюсков, выполненные автором в бассейне «Люкный Большой Юган» в период 2010-2016 года. Было обцветовано 160 водоемов, в водотоках одобрано 719 проб, собрано 13447 экземпляров моллюсков. Была использована типология водных объектов, основанная на классификации отхода Германа Ильича Юганцена и Галины Васильевны Березовны, Северославом Игоревичем Старобогановым. Все разнообразие обцветованных водных объектов мы определили в нескольких типах. Для сбора материалов были использованы стандартные методы, при количественных сборах применялись на Чапальку Петерсона и скребок. На водоемах водотока были заложены разрезы, на которых отбирали от 3 до 5 проб, либо для отбора проб докладывали станции на более типичный гриоток. При качественных сборах использовали скребок, драгу и с играми впоследствии на руками. Пробы промывали, моллюсков убирали и фиксировали в данном, как правило, на месте сборов, либо не позднее, чем через суд. Камеральная обработка материала была проведена по стандартным методикам. Для определения моллюсков были применены контрологические и анатомические подходы. Видовые определения были сверлены с коллекциями эталонными материалами, сверлены с типовыми эталонными экземплярами и с коллекцией зоологического института Российской Академии Наук. Подтверждение определения получено от специалистов систематиков. Статистическая обработка данных проведена в Microsoft Excel при помощи инструмента описательной статистики, экстраполяция полного видового богатства программы S-MyTest, расчет индекса с хоста и паторный анализ на их основе производили программы PAST. В результате проведенных нами исследований в бассейне «Люди Большой Канн» было зарегистрировано 120 видов из 34 родов, 10 семей и отрядов класса «Мария» и «Госкопода». Наиболее богатым по числу видов являлись семейства гублизиды, спирииды, фариотиды, глимноиды и планабиды. Полученные результаты соответствуют теоретическим данным по бассейне «Средняя Абия» и «Западной Сибири». В тексте диссертации для каждого семейства проанализировано исследование о находках видов бассейна «Средняя Абия» и «Большого Канна». Приведет анонтированный список видов песноводных малюстов, обнаруженных в бассейне «Большой Канн» и наших исследований. Для каждого вида указан тип ареала распространения местного медали, в приложении даны изображения раковин моллюсков. При помощи небоэллифических методов была предпринята попытка экстраполяции полного богатства видов, спрестноводных моллюсков в бассейне «Большого Канна». Были построены симпатические глиевые накопления по приемам-полгоритмам «Джек-Тайф-Багус», «Дрэп-Чар-2» и интерполированным глиевым отреживанием голого ломала. По эмбирическим данным. В результате, согласно оптимистической стратегии и оценки, полное видовое богатство весноводных моллюсков в бассейне составляет 140 глидов бумаги, 129-130 глидов. Следовательно, наблюдаемое нам рядовое богатство судом составляет от 86 до 92-93% полного экстраполированного рядового богатства весноводных моллюсков в бассейне «Большого Канна». Согласно взору географическому районированию континентальных подоемов, водные объекты бассейна «Большого Канна» принадлежат Среднеоборской провинции и Сибирской подобласти и Полиоргической области. Весноводное молокофа у бассейна представлено видами различного происхождения. Наибольшую долю составляют виды не встречающиеся в восточной датской Сибири и многих меньших широко распространенных видов. Почти одинаковое количество европейских и сибирских видов. Подобные смешанные создавали молокофауны с теми же доминатами, характерными для западной Сибири в целом. Однако при этом молокофауны бассейна «Большого Урегана» значительно обособлены отходу молокофауна в соседних регионах. Кластерный анализ состава молокофауна бассейна «Большого Урегана» в Верхней Оби и Чудуема свидетельствует и низком сходке. При этом бассейны «Чудуема» и «Большого Урегана», относящиеся к Среднеоборской провинции, оказались в одном кластере. А бассейн «Большого Урегана» в Верхней Оби и Чудуема свидетельствует и низком сходке «Большого Урегана». Вместе с тем, в Верхней Оби и Чудуема свидетельствует и низком сходке «Большого Урегана» впервые зарегистрировано 100 видов пресноводных моллюсков. В том числе, впервые для западной Сибири – 12 видов, впервые для средней АПИ – 19. Среди них встреча на нескольких видах известных крайне заграниченных территорий, расположенных далеко от района исследований. Столь значительное число новых находок свидетельствует о недостаточной изученности пресноводных моллюсков России. Найбольшое рядовое богатство пресноводных моллюсков было зарегистрировано в бассейне «Крупная ревибра» в Верхней Оби и Чудо Притоков – «Малый Уреган» и «Негустья», в которых обнаружено меньшее число видов. При рассмотрении бассейна на реке «Большой Уреган» в целом, видовой богатство моллюсков, в ряду речные вода, придаточный и пойменный водоем, варьировал неодначительно. В материковых родеях число видов, обнаруженных, было почти вдвоем меньше. Подобное распределение характерно для бассейной обе, однако в речных водах, как правило, регистрируют меньшее число видов. Дускорчатые моллюскы преобладали во всех типах водоемов, за исключением пойменных водоемов. Наибольшего рядового богатства они достигали в речных водах, в придаточных пойменных водоемах, в материковых родерах число видов снижалось. В «Большой Уреган» и «Большой Уреган» и «Большой Уреган» достигали больных водоемов, во всех типах водоемов, среди них доминировали легочные. Интересна специализичность видового состава космонаводных моллюсков, изучаемого района. Пауну Большой Урегану менее богато в видовом отношении, чем пауну сборчика. В то время как в целом для бассейна наблюдается равное соотношение. В бассейне «Большой Уреган» низкая прозрачность воды, длительное балловодие и летние осенние пауны и срок крупности сильной затененности уславливают слабое развитие высшей водно-растительности и обрастания в реках и придаточных подоемах. В результате в ней создаются неблагоприятные условия для обидания пауны и моллюсков со сбивателей или соскапливателей к фигу питания. Высшая водная растительность относительно обильно разрывается лишь подоемы в реках и не заболоченных поделковых озерах, где отмечена высокая прозрачность воды. Именно там мы наблюдали наибольшее изовое богатство и обилие пауны и моллюсков. Однако из-за специфики районного света не такие подоемы легкие. Пригодных для обидания местах формируются специфические сообщества греканных моллюсков. Преимущества получают виды, способные обидать на зрелинных грунтах в собиле интересных остатках и гидрита, семестр вальвокиты, а также комплекс видов в основном семестре линейд, обитающих в выходах грунтовых вод на увлажненных участках выше влеза воды, то есть там, где развиваются отрасли и возрастания. При этом во всем бассейне Большого Урегана отмечается низкое видовое богатство как преднежатым, так и грёбочных изгонных моллюсков. Пополнение формирует населения вида соседних гидритов затруднительно, поскольку рассматриваемый речной бассейн удалён от основных возможных действий распространения моллюсков связанных с крупными гидритами. Однако, очевидно основным фактором, препятствующим населению моллюсков, является 8-местное распространение болот, изолирующих бассейн Большого Урегана от соседних. При оптимумно-активной реакции свитых для большинства видов моллюсков в пределах pH 7-8, водные объекты районных исследований имеют более 300 реакций воды. При этом в ходе верховых водоразделий угловоз значение водоразнового показателя составляет около 4-х. Такой среде моллюсков не способны, крылья однодраться. Однако при этом взрослых 4 моллюсков достигают в бассейне Большого Урегана более высокого водового богатства. Очевидно основные причины формирования объединённой специфичной фауны в реконогих моллюсков в бассейне Риги Большой Уреган это чрезвычайная мозаичность благоприятных условий обитания и трудность вселения из соседних бассейнов. В бассейне Большого Урегана аллоатомное органическое вещество поступает как за шерстную продукцию с прилегающей к территории, так и за шерсту вложения оплаты и древесных остатков в водоёмах и водоторках. При обладании аллоатомной органики предпосылка для формирования высокого водового богатства дуспорчатых моллюсков, фильтраторов, противопитания. Действительно, дуспорчатые, успешно приспособившиеся к непостоянству личных грузов посредством миграции и к обитанию на растительности водоёмов доминируют в бассейне Большого Урегана. Встречаемость пресноводных моллюсков в количественных сборах была наибольшей века, наименьшей в бедаточных водоёмах и на береговых озерах. Большинство видов моллюсков в бассейне Большого Урегана относятся к второстепенным и редким. Встречаемость 109 видов не превышала 2%, у 7 видов было от 5 до 10%, и только у 4 превышало 10%. Из 120 зарегистрированных видов 19 влезаны по единичным нахлопам. В осеннем реке Большого Урегана в Белия-Моллюсков было наибольшим в точных водах, наименьшим в придаточных водоёмах рек. Другие исследователи моллюсков в бассейне Большого Урегана, в постоянные лёгочные бактонодии. Наибольшая рядовая поглядь была обнаружена в лупельных водоёмах и в меньших болотах. Только в нагибных водоёмах встречены моллюскы и линейные весы, только в болотах обрекциях Гипнора. Распределение двустворчатых моллюсков в реках бассейне Малого Урегана было неравномерно. В наиболее крупных реках встречено большее число видов моллюсков, чем в реках меньше протяженности. Большинство видов имели ограниченное распространение. Так, в 17 видов были встречены только в 1 из рек, в 8 в 2, в 9 в 3, в 3, в 4 и в 6. Но нет ни одного вида двустворчатых моллюсков, общего для большего числа обследованных рек. Объяснить такое распространение двустворчатых можно в своеобразии на конкретных места обитания и низкой водильности моллюсков. Изолирующее действие болот приводит к тому, что заселение моллюсками изолированных водоемов в водоотоках происходит в случайном области. При этом формируется заметно различающееся сообщество. При изучении динамики распределения весноводных моллюсков, по покорящему профилю в реке Немсьяк в безвлетный период преобладали беспорчатые моллюски. Бреконоги были встречены единично и только на отсосших последствий станциях. Моллюски постоянно регистрировались только на станциях 1, 2 и 3, расположенных в основном грузе реки. Динамика плотности молодых беспорчатых создавала основу динамики общей плотности. Важная причина динамики обилия моллюсков были иммиграции в расходе. Вслед за весенним подъемом уровня воды, при грене в сях, узборчатые моллюски, по-видимому, продвинулись на расстояние больше 10 метров, проселившись на площадях значительно больше, пронимаемых ими в меже. Моллюски были встречены на глубинах от 30 сантиметров до 10 метров. При этом вертикальное расстояние между наименьшими глубинами, где они были встречены в виду в воде и в меже, составляет почти 4 метра. В виде семейной гибели и в визитах совершали наиболее протяженные миграции. В среде гибели протяженные миграции не совершали. Наибольшие колебания плотности происходили на станции 3, наибольшие колебания пирамасы на станции 1, в центре русской гибели. Наименьшие колебания белья моллюсков отмечены на станции 2, расположенной на налогом береговом склоне. Очевидно, этот участок моллюсков предоставляет безборчить моллюскам наиболее стабильное и безопасное сочетание условий. С одной стороны, отсутствие быстрого течения, как в центре русского, а с другой, угроза отцепления, как на вышележащих участках, выступая своего рода убежищем или рифугивным. Участие моллюсков в формировании макро-зоопентоса до семи реки Большой Экен изменялось в широких пределах – от 0 до 89% плотности и до 100% обея массы. Наиболее значительную роль в основной моллюске играли в формировании макро-зоопентоса лишнее от других типов подоемов. Участие моллюсков в бельтосе было менее значительным. Наименьшее участие моллюсков принимали в формировании макро-зоопентос от предаточных подоемов рек. Полученные результаты указывают на значительную роль моллюсков в формировании макро-зоопентоса в бассейне реки Большой Юган и в целом непротивляющихся ветературным данным о бассейне Мобиль. Глубоков, уважаемые председатели, члены диссертационного совета, я прошу Вашего разрешения не зачитывать выводы, поскольку они изложены на стадии, повторитератии и диссертации. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Да, в этом случае мы пока имели только здоровью в численности и пирамасе. В будущем мы будем изучать другие открытые участия. Продолжение следует... Еще вопросы? Да, пожалуйста. Мы привнесли вопросы. Причинате. Да, врачист Николай Михайлович, членов Семенового совета. Мы сначала говорим о том, теперь о том. Вы... Семеняли ли параметры среды? Параллельно со взятием фрук-молюсков. Содержание тесторона в среде. Все нулякты среды. Среды ДАПАШ и прочее. Спасибо за вопрос. Эти параметры мы не реализируем. Потому что это было бы важно. Даем специфические. Очевидно, это заморная часть. Вот. И, конечно, это очень важно для малюсовки, в общем, для всей Павловой. Параметры. Так. Теперь дальше. Вот по поводу пути знаков, которые мы использовали в рапорте. Вот я вам в рапорте палец. Часто используются признаки РА. Вот. Вас это противит? Да, это для ваших малюсовок истинных значений. Или как-то вы не упоминаете? По крайней мере, вот здесь вам поделиться. На самом деле, да. Спасибо за вопрос. В отдельных группах строения раду используются для идентификации. Но мы не использовали это строение радуга. При этом мы не упоминаем. Потому что пользовались определителями и публикациями, таксономическими изделиями, которые не используют это строение. Понятно. Теперь. Что вы имеете в виду так называемый эпогонный экземпляр? Есть эпогонный экземпляр? Что это значит? Здесь мы имели в виду, что экземпляры, такая разверенность с гиповыми экземплярами, хранящихся длин. То есть определенные специалисты, да? Да. Есть такой музей родных моллюсков в Сибири в Иомовском государственном фактическом университете. И его многие сотрудники работали в зоологическом институте. Ну, в смысле, приезжали работать с коллекциями, сверяли моллюсков в раковины. И они хранятся как эталонные экземпляры в этом музее. Мы им просто. Эталонные в смысле правильность их определения специалистов? Правильность специалистов, да. И сверенность коллекции. Теперь еще вопрос. Ну, прям не относится к вашей работе, но все-таки для пояснения. В смысле верности определения нового состава. Сейчас активно используются генетические методы. для определения тренинг. В том числе, наверное, генетические методы используются. Да, конечно. То есть вот, насколько, вот, макологические определения, сделанные вами или кем-то еще, вашей области, они совпадают генетическими данными? Насколько одни подтверждают другие? Спасибо за вопрос. На самом деле, да, конечно, молекулярно-генетические методы для идентификации на листах используются, но, как и все методы, они не могут быть абсолютными. И в любом случае нужна интерпретация специалиста, интерпретация получения результатов. Поэтому эти методы наравне с остальными используются. Нельзя сказать, что они абсолютно. Нет, это понятно, что вы сказали. Насколько генетические характеристики прожидают генетические определения? Бывают разные случаи, есть разные работы, но, опять же, я хочу акцентировать внимание на том, что, в любом случае, интерпретируют результаты молекулярно-генетических исследований специалисты, которые знают группу, морфологические и анатомические знают? Верно. В чем его верно говорить, да? Это отвлеченно, вот конкретно. То есть, работал генетически, а потом этот материал был генетически не проверен. На его ростах и детальность, и непосредственность. Что эти данные, фуру генетика, они совпадают? Совпадают? Есть данные, что совпадают. Допустим, вот из большого количества видов, которые были выделены пермаразонным методом, большого количества видов, допустим, моллюсков, семей Толины и Тудовиков. Есть современные исследования, которые с использованием молекулярно-генетических методов и анатомических и морфологических методов подтверждают существование видов, которые, тем не менее, раньше были были не только на основании горфологических применений. – Хорошо. Спасибо. Теперь еще. По поводу зоу ядра. Тут у вас выделяются европейско-западно-сибирские виды, а потом отдельно европейско-сибирские. В чем отличие? – Здесь имеется в виду, что арианы, европейско-сибирские виды более широкие, они захватывают не только Западную Сибирь, но и Среднюю Сибирь и Восточную Сибирь. – Понятно. Хорошо. И еще. Что такое азиатское распространение конкретно? – Азиатское распространение – это виды, которые были обнаружены в Средней Азии до того, как… – В Средней Азии, и у вас… – На самом деле, да, потому что изученность песноводных морюзков, особенно если брать мелких пустурах, очень низкая и очень большая и задуманная проблема с систематикой. Очень много были линобидов в предыдущих период исследований, и сейчас какие-то находки возникают в совершенно неожиданных местах. Возможно, это результат того, что описанные виды есть настоящие, хорошие виды, а всего лишь варианты наркологических изменяющихся. – Ну, это… – Ну… – Пища для дальнейших исследований. – Понятно. – Ну, все-таки, вот, первые азиатские… – Азиатское распространение виды, да? – Ну, после этого вообще, например, надо более конкретно, наверное, называть. – Поскольку, если я азиатское распространение, значит, можно понимать, что оно… – Азиатское распространение, где-то в Индии, и… – Ази большая. – Ага. – Ага. На этот вопрос можно более гипприятизировать в смысле – parlamentр – спасибо. – А сейчас Григорь Михайлович. – Очень под dissociato Эггорь Михайлович, член Д인цятков 음악 Совета. Вот у меня первый вопрос. Вот на разрезе, на связи на niedео這一 . Спасибо за вопрос. По поводу закономерностей. Мы взяли этот участок для того, чтобы провести первое описательное исследование. В дальнейшем, конечно, мы хотим расширить эти исследования более углубленно, изучать распределение моллюсков по поперечному профилю веки. И тогда уже мы сможем говорить о том, можно ли эти результаты применять для выше-лежащих, неже-лежащих участков и для других участков. Главные факторы распространения моллюсков мы видим в том, что моллюск активно ищет наиболее благоприятные условия. И они этого достигают в тёмных играсов. То есть они активно перемещаются в окна. И также, возможно, за счёт дыхта. Но в этом случае пока дыхт не изучают. Тут всё-таки что? Глубины, определенные температурные факторы, прислабленные факторы. Что Вы говорите? Или гидрологические какие-то? То есть скорость течения. Это и глубины, и температура. То есть, да, я с Вами согласен. Здесь комплекс факторов, потому что они проделены в комплексе. А вот ещё такой вопрос. Миграции, они связаны с тем, что они уходят из этого участка вниз, допустим, за течением? Или всё-таки есть горизонтальные какие-то миграции, где же в берегу или на дорогу, по его городу? Спасибо. Вот да, собственно, для этого и было это исследование предпринято. По мере подъёма уровня воды и потом спада уровня, моллюски активно передвигаются след за уровнем. То есть, мы не изучали их миграции по течению. Мы изучали поперечные профили. Вот сам это факт, который нам интересен. Мы выяснили, да, что они действительно передвигаются, активно находят наиболее популярные условия. И считаем, что надо развивать это направление и следовать дальше. Спасибо большое. На самом деле, мы использовали иконкость методов. Мы пользовались ключами, которые основаны на морфологических признаках рака, на анатомических признаках мягкого отдела моллюстов. Мы также, как один из способов подтверждения бедовой идентификации, использовали иконкость методов. То есть, конечно, если в коллекции хранится всего один экземпляр, трудно делать какие-то выводы. Да, да, да. Но если в коллекции есть определенная выборка, тогда уже все гораздо больше. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. 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 Есть несколько аспектов для зоологии, чем интересны наши исследования. Это зоогеография, зоогеографическое направление, то есть распространение видов. Также изменчивость видов. Вообще изучение фауны в Сибири. И в целом. Потому что, например, сейчас мы имеем две разные системы моллюстов. Одна используется в Западной Европе, а одна у нас традиционно система старобогатого. Мы между собой общего языка пока не находим. И это предмет дальнейших исследований, чтобы нам прийти к единому знаменателю. Просто взять и систему принести на наши взаемы тоже не получится, потому что мы наверняка имеем каких-то эндемиков, какие-то морфологические вариации. То есть, вот, поэтому изучение фауны тоже имеет большое значение, дабы каких-то небольших районов. Спасибо. Еще вопросы? Так, Кравчинский, Николай Георгиевич, ученого совета. Вот все-таки факт такой резкой обособленности, глубокой обособленности фауны Вашего района и прочее. Ну, несколько загадочек. И вот места, с какими Вы сравниваете, это верхний лод и кач-у лодку, они были исследованы адекватно? Вот сравнимо с Вашей по подробностям, по глубине. Спасибо за вопрос. Ну, насколько я могу судить, да. Потому что это недавнее исследование, мы пользуемся одной и той же системой. Они по верхней обе результаты опубликованы в 2015 году, по чулыну тоже в 2015 году. С сравнимыми медлами мы пользуемся, поэтому я считаю, что да, результаты повторимы. А сколько там лет? Не помните? На скидку не помню. Ну, примерно порядок тот же, да. Да. Но соотношение совершенно другое получается. И методы похожи? Да, классические. Арина, еще вопросы? Арина, еще вопросы? Я, как вы не понял, вот, у Вас гипотеза о подорвании медиаломых составов активных исследований. Она, в основном, заключается сброс органического общества спереда. И она, как гипотеза, только для почтенечистоожадебных молюзов и только для личных систем. Так или нет? Ну, не совсем так. Изначально, когда мы начали исследование, мы увидели, что фауна на технологиях молюзов очень видна. И мы искали объяснение. И вот пока мы видим объяснение о том, что в особенности поступления органического вещества в водный объект и только обрешение системы. Потому что, допустим, соседние регионы и вообще по среднему приопию обычно исследователи указывают низкое видовое богатство в реках, но высокое в предаточных подъемах. У нас этого не происходит. У нас обратное соотношение. Потому что у нас очень высокая измененность, у нас слабое развитие макрофитов, у нас долгое половодие, частые палки летне-осенние. Совершенно другие условия. Вот пока мы видим в это объяснение. И, конечно, мы хотим это все отбудить количественно. Поэтому пока это главное в реках. Вы считаете, что этот грекотцы только пока действуют в вашем регионе и в украине? На самом деле, просто пока похожи к исследованию я не накопил. Да. И считаете, что основное это обилие органического вещества от берегов. Вот это определенность. Разнообразие макрофитов, их богатство и все другое. Да? Основной фактор не то, чтобы обилие органического вещества от берегов, а вот тонного органического вещества. А отсутствие авторационного участка. То есть другой источник подтверждения. Да. 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 Вопросы. У меня такой вопрос. Не вами. Представитель Шерётову, я так скажу. Значит, может быть не вами, но другими научными исследованиями, экспедициями. Вот этот регион на предмет гидрохимии поверхностных творств в какой степени изучен и насколько велико разнообразие, так скажем, хипов и макрофитов. Насколько различаются вагонелы по нейрализации и по содержательному пальцу, к примеру. Это есть что-нибудь? Да, спасибо за вопрос. Есть исследование начала 1990-х годов Институт экологии растетних животных в Этенбург. Они исследовали поверхностные воды, исследовали домные осадки. В районе заповедника и в окрестностях. Насколько я знаю, больше специальных научных исследований не было. Все воды по этим исследованиям у нас внутрепрестные. И содержание кальция также нежного получается. И разнообразия практически нет в каком. Потому что единая система формирования полотных подразделов. Все видны полотные подразделы. Вот и опять же к водоразделам полотным. Может быть, вы знаете, на водоразделах озера чисто от умерли. Имеются ли? Где нет, делают это, так скажем, как он. Может быть, слышали. Вот почему я спрашиваю. Водораздел — это коллекция атмосферных осадков. Там не только мусор, там и супер мусор. Поэтому выживает только обуви. Так вот, есть ли, может быть, слышали такие альтера, которые начинены только обуви? Да, есть какие-то альтера. Есть какие-то альтера. Да. И там мусор, соответственно, умерли. Или один умерли. Обычный бусор как-то. Да. Спасибо. Еще вопросы? Великтор Петрович. Здравствуйте, Владимир Юрьевич, член Расчетного Совета. Скажите, а как у вас потребителей, численность рыб, например, в первую очередь? Насколько наверняка вы жили? Ну, я не занимался специально учетом рыб. Можно только сказать, что большая часть районов исследований — это заповедные территории. И поэтому, было бы там, нет. И да, численность весьма высокая. Я просто даю вам вопрос. У вас тут достаточно такой весомый факт. При этом, в случае, я с потерями молодых, может, придумал, видать, еще большой процент. Но, я думаю, нас тоже учат. Я согласен. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Если вопросов нет, реклустри Перер... ...